«Ягдтигр 8.8» — это немецкая премиум ПТ-САУ восьмого уровня. Хорошо бронированная, с точным скорострельным орудием, льготным уровнем боёв, и машина зарабатывает прилично. Эта ПТ подойдёт даже для новичков. Играть на ней просто и комфортно. На премиум «Ягдтигр» установлено орудие 8,8 сантиметра. Пробитие его бронебойного снаряда — 203 миллиметра. ПТ без проблем пробивает практически все танки восьмого уровня. Средний урон за выстрел в 240 единиц и перезарядка за 5,4 секунды дают «Ягдтигру» самый высокий урон в минуту среди премиум-одноклассников — 2667 единиц. И это минимум — без вентиляции, досылателя, расходников и умений экипажа. Для сравнения, у ИС-3 ДПМ составляет 1759 единиц урона. Поэтому даже при меньшем количестве единиц прочности «Ягдтигр» может в единоборстве перестрелять любой танк восьмого уровня, кроме барабанщиков. Из-за небольшого разового урона для перестрелок из-за углов «Ягдтигр» подходит плохо. Он легко распотрошит ИС-3 лоб в лоб за счёт скорострельности. Но если начать обменивать выстрел на выстрел, ситуация меняется. Снаряд ИСа наносит в два раза больше урона. Немецкие орудия славятся своей точностью, «Ягдтигр» может легко выцеливать слабые места противников и спокойно наносить урон с дальних дистанций. Для примера возьмём Прохоровку. Здесь идеальной позицией будет переезд. Пользуясь высокой точностью орудия, можно легко наносить урон по выкатывающимся танкам в центре и на горе, работать по аллее. Машина обладает очень хорошим бронированием для своего уровня. 80 мм по борту могут защитить только от невысоких уровней танков, а вот 150 мм по лбу корпуса, если поставить танк под хорошим углом, позволяют держать удар большинства танков восьмого уровня. 250-мм рубку «Ягдтигра» обычным снарядом сможет пробить далеко не каждый танк девятого уровня. К десятым он не попадает из-за льготного уровня боёв. Отличное бронирование делает машину практически неуязвимой для обычных снарядов во время стрельбы из различных амбразур, например, на карте Энск в квадрате B1. Отличной позицией может стать какая-нибудь насыпь, которая спрячет нижний бронелист. На Химмельсдорфе в Банане со стороны верхней базы можно легко сдерживать атаку даже превосходящих сил. Несмотря на хорошее бронирование и орудие, «Ягдтигру» не стоит пытаться продавить направление в одиночку, особенно на открытых картах. Скорее всего, из-за низкой скорости он станет отличной целью для артиллерии. «Ягдтигр» 8.8 развивает максимум 28 км в час, поэтому переместиться на другой фланг во время боя будет достаточно сложно. Это ПТ-позиции. На ней лучше всего сразу занять такую точку на карте, откуда можно помогать союзникам издалека, или же выбрать направление, где будет больше всего вражеских танков, и сдерживать их за счёт своей брони. В большинстве случаев «Ягдтигр» попадает в топ своей команды. Сказывается льготный уровень боёв. В компании восьмёрок и девяток его броня обеспечивает отличную защиту, а орудие — большой урон за бой, что выливается в солидные суммы кредитов. Хороший бой принесёт около 70 тысяч с премиум-аккаунтом, отличный — более ста. Что касается снаряжения для «Ягдтигра», то здесь всё стандартно — ремкомплект, аптечка, огнетушитель. Из оборудования стоит поставить вентиляцию и досылатель, что ещё больше увеличит урон в минуту. Третьим модулем можно взять усиленные приводы наводки для более активной контактной игры, или же стереотрубу, если хочется пострелять из кустов. Отдельный экипаж «Ягдтигру» 8.8 не нужен. На него без штрафа садится экипаж любой немецкой ПТ. Но если вдруг захотелось завести, тогда командиру первым делом открываем шестое чувство, остальным — ремонт или маскировку. Зависит от стиля игры, который вы выберете. Затем всему экипажу боевое братство. Это позволит дополнительно увеличить скорость стрельбы. Потом — умение по вкусу. Во взводе «Ягдтигру» лучше всего играть вместе с тяжёлым танком, таким как ИС-6 или КВ-5. Это позволит эффективно действовать как на городских картах, помогая взводу продавливать направление, так и на открытых, поддерживая его издалека. Если вам понравился «Ягодный тигр», приобретайте его в нашем премиум-магазине. Ну а если вы хотите узнать об этом танке ещё больше, то переходите на специальную страницу о «Ягдтигре» 8.8. Спасибо за просмотр и до встречи на полях сражений!